Уважаемые братья и сёстры, Сушенник Коран и Сунок Ророка, саламу, полны аятами и хадисами, призывающими нас к объединению, к единству, к согласию. В Коране Всевышний Аллах говорит, Вы держитесь за веру Аллаха, то есть объединяйтесь вокруг религии, вокруг Ислама. Все объединяйтесь и не разделяйтесь. Всевышний Аллах не говорит, было бы вам желательно объединяться. Это Амру Отца Всевышнего Аллаха, то есть Всевышний Аллах в приказном форме нам повелевает, чтобы мы объединились все мусульмане. Но, увы, уважаемые братья и сёстры, к сожалению, сегодня мы видим обратное. Между мусульманами нет согласия, между жамаатами разногласия. Даже порой иногда алими, которые владеют знаниями, ильму, они даже не ладят между собой. Вот и в частности в нашей республике тоже есть вот такая, увы, ситуация. Но, как говорят, для каждой болезни можно есть лекарство, можно найти лекарство, и для этой нашей болезни тоже есть исцеление. Какое это лекарство? Просто нужно всем вместе идти по одному направлению, по одному пути, по одной дороге. То есть нужно следовать за кем-либо, за каким-то человеком. И в данный момент, вот в нашей ситуации, это наш муфти. Почему? Потому что в Коране Всевышний Аллах говорит, О те, которые уверовали, о те, которые в сердцах присутствует иман, Так же повинуйтесь вашим предводителям, тем людям, в чьих руках ваш Амру. То есть ваши Амиры, ваши предводители, в данный момент это наш муфти. Например, есть хадис пророка, саллиллаху али-вассалям, достоверный хадис, Ан-Ана Сибли Малик передается, что пророк сказал, саллиллаху али-вассалям, Исмару ва ад-эгу, вы слушайтесь и повинуйтесь, подчиняйтесь. Ва инистормиля алейкум абдун хабашиюм, если даже над вами будет назначен эфиопский раб, раб из Эфиопии. На самом деле, уважаемые братья, Амирам, предводителям, по законам шариата, раба не назначают. Раб не имеет права быть Амиром, предводителем. Но почему пророк, саллиллаху али-вассалям, упомянул именно раба? Чтобы мы поняли значение, важность повиновения правителю. Если даже раб будет, даже вот в этой ситуации пророк говорит, мы обязаны подчиняться. Если даже у этого раба, эфиопского, которого над нами назначили правителем, если даже его голова будет подобна изюму, вот есть вот такая маленькая голова, вот даже вот такому мы должны подчиняться, говорит пророк, саллиллаху алейкум ассалям. Даже бывает, уважаемые братья, что некоторые имамы даже не подчиняются муфтью. Они игнорируют его джамаати, которые игнорируют вообще духовное управление. Сами подумайте, как они, вот мы даже вот сами за себя, мы не знаем, какая участь нас ждет перед Всевышним Аллахом в судне денег. Мы даже сами не можем ответить за себя. Как, например, имам, который не подчиняется муфтью, как этот имам будет отвечать перед Всевышним Аллахом за весь жамаат? Он же целый жамаат ведет в заблуждение. Так же получается. Плюс к этому. Вот в этом нашем разногласии и основную роль играют наши амбиции, наши прихоти, наши славы имам, наша любовь к мирскому и так далее. Плюс к этому есть достоверный хадис пророка, саллиллаху ассалям, Анзайдимни Аркам, ради Аллаху аму, передани, пророк говорит, эти слова он сказал в конце своей жизни. Пророк говорит, поистине я оставил для вас то драгоценное, если вы будете придерживаться вот этих вещей, этих двух драгоценностей, вы никогда не окажетесь в заблуждении. Одно из них ценнее, драгоценнее, чем другое. Первое, это китабулла, это книга Всевышнего Аллаха. Это веру Аллаха, притянутая с небес на землю. Одно это. И второе говорит, Это говорит, члены моей семьи, это моя родня, моя семья, мои родственники. Имеется в виду, если мы будем придерживаться вот этих двух вещей, Корана, и будем придерживаться идти по той пути, по которой идут, шли, и на сегодняшний день идут потомки пророка, саллиллаху ассалям, мы будем на истинном пути, согласно этому достоверному хадису. Дальше говорит пророк, И эти две вещи, то есть книга Всевышнего Аллаха, Коран, и моя родня, говорит пророк, они будут неразлучны до судного дня. То есть они будут всегда вместе. То есть моя родня, члены, потомки пророка, саллиллаху ассалям, члены его семьи, они всегда будут идти за Кораном, согласно Корану. Если мы, аль-хамдулля, нас род, члены его семьи пророка, потомки пророка, родня пророка, это не только те люди, которые жили во времена пророка, саллиллаху ассалям. Почему? Потому что этот хадис имеет силу до судного дня. Значит, потомки, родня пророка, они будут на земле жить среди нас до судного дня, аль-хамдулля, и в арабском мире. И в Чечне, и в Дагестане, на сегодняшний день, аль-хамдулля, есть потомки пророка, саллиллаху ассалям. Аминь! Аллаху ассалям! Если мы, они нам как маяки, которые указывают нам путь, если мы посмотрим, по какому пути они идут, что они делают, и вот будем за ними идти, и, иншаллах, согласно этому хадису, мы будем на правильном пути. До судного дня они неразлучны. Коран и родня пророка, саллиллаху ассалям. Потомки пророка, саллиллаху ассалям. И в конце пророк говорит, саллиллаху ассалям, «Вы, смотрите, будьте начеку, как вы будете следовать этим двум вещам, то есть Корану и моей родни». Вот почему я привел этот хадис? Да потому что именно наш муфтий, Ахмад Хаджи, он является потомком хорока, саллиллаху ассалям. Как мы знаем, его дедушка – это Абдул-Хамид Афанди из селения Инху, это устав, тарихатский устав, дедушка нашего муфтия. А он был прямым потомком пророка, саллиллаху ассалям, Абдул-Хамид Афанди, худисасиру. Поэтому, если мы, иншаллах, все иманы, все жамаат, если имам идет за муфтием, значит, жамаат идет. Если имам не идет, значит, получается, что большинство жамаата, не все, конечно, но большинство жамаата, они не идут за муфтием. Поэтому, дай Аллах нам тавфик следовать за такими истинными людьми, за потомками пророка, саллиллаху ассалям. Ассаляму алейкум, арахматуллаху абракат.